Вчера в АПЛ прошли матчи 17-го тура и центральным из них был Ливерпуль-Манчестер-Юнайтед. Все предрекали разгромную победу Банди Клоппа, но Ливерпуль так и не смог распечатать ворота Онаны, хотя и владел большим преимуществом. Арсенал взобрался на первое место после победы над Брайтоном 2-0. Жезус и Хаверц сделали результат. Астон Вилла проигрывала Брэнфорду по ходу игры, но вырвала победу 2-1 и закрепляется в топ-3 премьер-лиги. В Ла-Лиге Реал-Мадрид разнес Вилья-Реал и взлетел на вершину таблицы. Из приятного то, что 38-летний Модрич забил и сделал ассист. Говорят, это последний сезон звездного Хорвата за Реал. Ну и ложкой дегтя во вчерашнем матче стала тяжелая травма Давида Алабы. По итогам обследования у защитника диагностировали разрыв в крестообразной связке. Таким образом, Алаба больше не сыграет в этом сезоне и рискует пропустить Евро-2024. В Бундеслиге Байер не отдает первую строчку, громя Айнтрахт 3-0. С таким же счетом Бавария разнесла Штутгарт. Харри Кейн сделал дубль и у него уже 20 голов в 14 матчах чемпионата Германии. Он превзошел достижение Уве Зейлера, который достиг этой отметки за 21 игру. Назван гонорар Шавката Рахмонова за победу на UFC 296. Шавкат Рахмонов задушил Стивена Томпсона, чего никто и никогда не делал прежде. Выиграл шестой бой подряд в UFC досрочно и сказал, что хочет драться за пояс. По данным ММА Солерис, за уверенную победу над Томпсоном Рахмонов получил самый большой гонорар в своей карьере. 306 тысяч долларов, 150 за выход, 150 за победу и 6 спонсорские бонусы. Однако у Шавката даже несмотря на победу не вышло обогнать Томпсона в плане заработка. Стивен давно выступает в промоушене и когда-то бился за пояс, поэтому до сих пор получает приятные суммы на свой банковский счет. После UFC 296 американец стал богаче на 416 тысяч долларов.